Это программа «Невредные заметки». Здравствуйте, друзья! Вы смотрите тележурнал интересных, удивительных и познавательных историй. Сейчас вы увидите весьма необычный выпуск тележурнала, приуроченный ко Дню Победы. Во-первых, он целиком будет посвящен одному человеку. И, во-вторых, будет полностью основан на его воспоминаниях. Точнее говоря, на ее воспоминаниях. Ибо речь пойдет о знаменитой женщине-снайпере Людмиле Михайловне Павличенко. Герой Советского Союза Людмила Павличенко известна тем, что является самой успешной и самой результативной женщиной-снайпером в мировой истории. На ее личном счету 309 уничтоженных солдат и офицеров противника. В том числе 36 вражеских снайперов, некоторые из которых были высококлассными стрелками-асами. О Людмиле Павличенко написаны сотни газетных статей, сняты десятки документальных фильмов и даже одна художественная кинолента «Битва за Севастополь». Добавить хоть что-то новое к уже написанному, сказанному и снятому о нашей славной героине, казалось бы, невозможно. Однако в жизни всегда есть место не только подвигу, но еще и удивлению. В марте 2021 года Гостелерадиофонд России удивил и порадовал всех любителей военной истории. Выложил в сеть запись воспоминаний Людмилы Павличенко о снайперах Великой Отечественной войны. Датируется эта запись 1973 годом. Вот ее-то я и предлагаю вашему вниманию. Оцените, с каким достоинством и без всякого телесуфлера Людмила Михайловна рассказывает о своей фронтовой жизни. 20 минут интереснейших воспоминаний пролетят незаметно. В этом выступлении лично меня больше всего удивил ее взгляд. Это стальной взгляд стальной женщины, прошедшей через страшные испытания и изведавшей все тяготы первого года войны. Нелегкую снайперскую службу на передовой она несколько раз совершенно буднично называет интересной работой. Итак, воспоминания Людмилы Михайловны Павличенко об интересной работе советских снайперов и своем визите в Америку. Когда началась Великая Отечественная война, оказалось, что в Советском Союзе очень много снайперов готовых. Они все добровольно пришли в вооруженные силы. Не ожидая ни призыва, ни повестки, это готовы были по-настоящему готовые снайпера. И на каждом участке, на большом и маленьком, в первых граничных боях и позже, участвовали снайпера наравне со всеми. Много можно было бы назвать фамилий. Вместе с мужчинами были женщины, все это были снайперские взводы, отдельные взводы. Как говорится, подчинялись прямо своему управлению, измыкались сами на себе. Интересная эта очень работа. Интересная потому, что каждый день, не в зависимости от боя, не в зависимости ни от чего, а снайпер, уничтожая живую силу врага. Но если так грубо говорить, как это делается? Есть разные методы. Между прочим, снайпера позже к выпуску уже работали немножко по другой системе. Отличались немножко от снайперов подготовки довоенные. Первый такой вид, самый обычный, так называемая снайперская охота. Летом полчетвертого утра, выход снайперов, снайпер наш, приходит с наблюдателем двое. Наблюдатель такой же снайпер. Он не только ведет, помогает тебе вести наблюдение, но в любой момент откроет в помощь тебе любую силу огонь. Одна пара лежит в одном месте, через 300-400 метров другая пара. Разговаривать между собой нельзя, ну, пересвистываться нельзя, двигаться нельзя, курить нельзя и вообще ничего нельзя. Продолжается это будет до 9-10 часов вечера. За это время снайпер может уничтожить 5 фашистов, может уничтожить 3, а может быть и ни одного. Все зависит от того, насколько подвижные фигуры врага. Насколько они будут вертеться и кто будет вертеться. Не первые попавшие же открывали огонь, а были определенные для нас, наши фигуры. Это в первую очередь наблюдатель врага. Появляется очень такое скверное вещь, где войны. Он, наблюдатель врага, имел право вызвать огонь артиллерийский, минометный огонь. Поэтому его надо было выискать, выискать первым, уничтожать первым. Ну, потом связисты. Тонкая проволока связи, она как ниточка, но все равно провисает и все равно к связисту ведет. Потом связные. Гитлевские офицеры на переднем крае никогда не были. Они были во втором эшелоне. А вот связь с передним краем осуществляли только через своих связных. Связной, когда бежит на передний край, он несет какое-то распоряжение. С переднего края, второй эшелон, аж бежит доглажить, обращается к какой-то просьбе, отроты, с требованием каким-нибудь. Это лучше всего, конечно, чтобы требования и просьбы не были доставлены вовремя. Это такая третья наша мишень. Но остальные мишени, две, бывают разные. Ну, второй вид работы, снайперская, это снайперская дуэль. Ну, в нового снайпера, который только что пришел, на снайперскую дуэль не пошлет. Уже надо, чтобы снайпер был немножко обстрелян и немножко, как говорится, привык к боевой обстановке. Только тогда его выпускают на дуэль. Для того, чтобы найти вражеского снайпера, надо потратить часов 48. Вам никто не скажет, что сиди, не выходи с нейтральной зоной. Никто. Вы сами будете сидеть. Вы сами будете ждать, высматривать вражеского снайпера по линии горизонта ночью, на рассвете, чтобы определить точно, где он находится. Потом существуют отдельные моменты проверки. Снайпер для снайпера ловушки ставит. Ну, попался в вашу ловушку, а я что, вам победителем быть. Коль вы попадете в ловушку, хуже будет. И, знаешь, как ловушка закрылась, снайпер отмечен. И вместо ловушки на третий день ляжет наш советский снайпер. В общем, скоро в оптику своей винтовки, при очень точной наводке, она совпадает обязательно с оптикой врага. Вы увидите цвет волос своего противника, цвет глаз. Даже можете определить, сколько лет. Ну, так же он и вас сумеет рассмотреть. А для выстрела время еще не наступило. Расстояние между вами так, 500 метров, 400 метров. А мишень, лежачий снайпер, на земле, это 18-20 сантиметров. На 500 метров по мишене 20 сантиметров, как говорится, застрелять рискованно. Второго выстрела у снайпера не бывает. Еще пройдет несколько часов, а может быть так и 8 часов, и 10 часов, пока снайпер приподнимется. Вас будут дразнить как следует, гитлеровские автоматчики и наблюдатели. А вы должны будете спокойно выдержать все. Бывает как, вот взрослые люди друг другу слово скажут поперек, и уже, как говорится, друзья расфыркались. А тут очень много надо терпеть. Тяжело это очень, очень тяжело. Ну, а потом выступает момент, когда снайпер вражеский привстал, в конце концов вроде бы поверил, что вас тут нет, что вы перепугались, ушли, отползли, встал, начинает двигаться. Ну, выстрел ваш, право ваше. Ну, это второй вид работы. И третий вид работы, это снайперские засады. Пожалуй, это самое ответственное. Перед тем, как снайперы выходят в засаду, в несколько дней работает разведка. Разведка может быть батальонная работать и полковая. То есть они смотрят, где можно пройти. Потом выходит снайперская разведка. Снайперам надо посмотреть место и определить, можно ли тут с этого места вести огонь. Или нельзя. А потом выходит засада. Засада самая большая выходила 7 человек. Средняя рабочая засада была 5 человек. Ну, выходит в 2 часа ночи. Надо пройти нейтральную зону, передний край гитлеровцев. И где-то залечь между первым и вторым эшелоном. Начинается рассвет. Во втором эшелоне у гитлеровцев движение. Ну, там подвозят кухню. Потом вылазят денщики. Начинают становиться в очередь, вытаскивают сутки. Ну, конечно, снайпера по денщикам огонь не открывают. По кухне тоже. А вот когда денщики получают еду с блиндажей, вылазят господа офицеры. Проверить, что денщик стынул сутка. Ну, а когда повылазит главное мишень, открывается снайперский огонь по ним. Но если 5 человек в засаде было, то вперед по врагу можно стрелять только двое. А три в прикрытии. Здесь наблюдает с боков, здесь фангов и с тыла, чтобы никто из засады никак не подошел. Огонь длится минуту. У гитлеровцев начинается дикая паника. И почему-то сюда они нас путали с партизанами. И кричали, что на них опять напали русские партизаны. Мы замолкаем, пока длится паника, снайперы имеют возможность сменить позицию. Это пройти иногда нужно было 100 метров, иногда нужно было перескочить 150 метров. Не так, небольшое расстояние. И залечь на новом участке. Через минут 15-20 после огня такие интересные сцены происходили. Гитлеровцы приходили в себя, собирали своих денщиков, собирали, значит, санитаров. В голове становился какой-нибудь капрал. Поили их, ну, снапсом, добавляли, с добавлениями какими-то. С переднего края вызывался взвод. И велось самое настоящее боевое наступление на тот участок, на котором мы только что были. В чем они шли, строчили с автоматов, неизвестно куда. А вы, знаете, сидите на другом месте, в другом месте. И очень хорошо маскировать свой выстрел снайперской винтовки, такой звучный выстрел. В эти самые автоматные очереди. Ну, автоматная очередь как? Три патрона бывает. И пять. В три, конечно, хуже, в пять лучше. Ну, гитлерыцы падают, бой разгорается еще сильнее. А вот когда они дойдут до того места уже, окружат его, тут начинается настоящий уже вой. И очереди автоматические гитлерыцы бы запускали просто в землю. Там ничего не осталось. Мас там не было. К вечеру, значит, опять нападение. Совершается с другого же места. И после этого существовала только одна возможность на выход. Выходить по весь рост со скоростью в сто метровке. Вот когда выходит снайпера, засада выходит от врага. И если кто-нибудь из снайперов упал, а действительно почему-то снайпер раненый не упадет. Он застонет, он склонится, он как-то сожмется. Пойдет только убитый. Вся засада тут же остановится и вступит в бой. И если там еще кто-нибудь погибнет, то все равно товарища заберут. Нельзя, нельзя вставлять тело товарища на земле, захваченную врагом. Это строгий очень закон был. Он не записан ни в одном уставе, но это закон был среди снайперов. И выполнять, конечно, его нужно было неукоснительно. Ну вот, и еще такой вид работы снайперской есть. Это когда снайпера выполняют какие-то дополнительные виды работ. Так называемая охрана. Ну, это выходит иногда разведка. Такая разведка уходит в тыл. А снайпера, знаешь, выходят. Прокрывать, прикрывать и перекрывать вот эти самые пути, дороги. По самому переднему краю гитлеровцев, по которым они прошли и по которым они должны вернуться. Интересно, гитлеровцы так оскорблены были севастопольскими снайперами и снайперами Одессы, что в апреле 1942 года сменили всех своих снайперов. Осталось их, между прочим, уже их не так-то много. И подбросили к Севастополю снайперов-асов. Ну вот, когда они первый раз заявили по радио, что у них появились снайпера-асы, ну, как говорится, ухом не повели. Второй раз кричат гитлеровцы, знаешь, уже надо посмотреть, а что там такое. Ну и на третий день, значит, тоже заявление, что асы и снайпера Севастополя будут все уничтожены. Ну, это, конечно, оскорбление для нас было, и очень большое. Вот тогда командир снайперского взвода 8-й морской бригады, ноя, дамя, герой Советского Союза, снайпер-пограничник Васильев, командир взвода снайперского командира, значит, 25-го, 25-го Чапаевского, я, решили выйти на местность. Ну, так, наверное, нам пришлось больше суток сидеть в наблюдении, сидеть и искать, где же этот ад. Снайпера Вральского мы нашли. Он был за своим передним краем и за своими автоматчиками. Ребята решили взять его живым. Ас пошел спокойно, не сопротивляясь. Вывели его на нейтральную зону и, значит, потребовали снайперскую книжку. В снайперской книжке была цифра 502. Стояла так, 501, жирная, две черты, такого бухгалтерского учета, и потом стояла единица. Мы его спросили, откуда 501, где, на каких участках вы работали, сколько вы человек советских перебили, в боях ли это. Потихоньку выяснили, что гитлерский снайпер закончил офицерскую снайперскую школу, ну, а потом был послан для того, чтобы привыкнуть к убийству в охрану лагерей смерти. Не знаю, конечно, как вы, но я до сих пор не могу понять, как снайпер может убивать женщину на плаце, вышедшую, ребенка, мужчину, который в плену, без оружия в руках. По-моему, это дело зверское, нестрелковое. Ас, мы так решали, что с ним делать, куда его сопровождать. Ну, нам навстречивали наши друзья, разведчики, и сказали, что, знаете, вы с ним поговорили, а теперь вот кое-что, кое-какие вопросы зададим мы. Так мы и попрощались с ним. Ассы все гитлеровские под Севастополем были, все уничтожены. Мы не только их брали в плен, просто уничтожали. Трудно даже представить, вот Севастополь последних дней обороны. Действительно, в городе не осталось ни одного дома. Действительно, все было развалено, все было разрушено. Но все равно на осколках стен писались большими буквами, углем, белой глиной. Чем только попало. Писались, что Севастополь не сдается, и Севастополь скоро очень будет опять советский. Ну, боевые корабли, Чем и морской флот, которые все время помогали нам очень сильно, снабжали нас. И артиллерии помогали, переброской пополнений помогали. В последние дни обороны Севастополя подойти уже не могли. Чересчур была большая блокада, воздушная блокада на море. Севастополь был сдан 3 июля 1942 года. Больше 11 тысяч, официально по сообщениям ТАСС, оставалось защитников в городе, которые попали потом в плен. Основной состав был в Севастополь вывезен. Дрались на Кавказе, дралась под белой глиной 39-й гвардейской дивизии. Ну, вот один из дней боев меня вызвал командующий Северо-Кавказским фронтом маршал Будённый Семён Михайлович. И сказал, что вам надо лететь в Москву. Ну, больше он мне ничего не сказал. Младшему лейтенанту стало столько сказать, есть, повернуться, спросить разрешение на выход и уходить. Самолёт был последний с Краснодара в Москву, потому что заодно уже шла подготовка к обороне Краснодара. В Москве пробыли мы очень мало времени. И вот, вернее, во второй день приезда я узнала, что вхожу в состав нашей советской делегации, советских студентов, которые должны участвовать в Международной студенческой ассамблее в Америке. Это была большая неожиданность и обидная какая-то неожиданность. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что тогда, когда надо открывать Второй фронт, то ассамблея не собирается студенческий. Состав делегации был небольшой, было три человека. От Москвы был Николай Красавченко, от города Ленина был снайпер ленинградский, герой Советского Союза Владимир Пчелинцев. Летели мы южным путём, летели через Тагеран. По дороге нас пару раз старались забыть, но мы всё находились. И прибыли на Международную ассамблею вовремя. Призлочены мы были Элеонора Рузвельт и Международной студенческой организации. Поезд пришёл в Вашингтон в 6 часов утра. Мы рассчитывали на то, что, наверное, в это время нас никто встречать не будет. И мы ещё сможем так собраться, еле-еле собраться. К нашему удивлению, вокзал был полон студентами. Студенты пришли со всех стран приветствовать в нашем лице красно-красную армию. Армию, которая дерётся, дерётся с фашистами насмерть. После короткого митинга на вокзале нас повезли в Белый дом. И больше суток мы были гостями Белого дома. От имени Элеонора Рузвельт принимала нас миссис Пратт. От имени господина Рузвельта принимал его адъютант. Это же за завтрак мы тоже получили телеграмму, приветственную от них. Они приветствуют нас и мечтают о встрече с нами. Встреча такая состоялась. Причём состоялась в большом таком, при большом сборе людей. На таком большом, как бы сказать, при этой встрече Рузвельт сказал, что да, говорит, рот Америки должен преклоняться перед советским народом, перед Красной Армией. И действительно Красная Армия спасает мир от фашизма. Людмила Павличенко и её товарищи пробыли в Соединённых Штатах чуть более двух месяцев. Советские снайперы объездили почти все крупные города Америки, выступая перед общественностью и репортерами. Они рассказывали людям о том, что происходит в Советском Союзе, о героической борьбе нашего народа с германским нацизмом. После каждого выступления симпатичной воительницы Павличенко, после каждого общения её с народом, американцы активно сдавали деньги в фонд помощи Красной Армии. А в адрес президента Франклина Рузвельта летели телеграммы с требованием незамедлительного открытия Второго фронта. На одной из встреч в городе Чикаго Людмила Павличенко произнесла легендарную речь, вошедшую в историю. На мой взгляд, это одна из самых сильных фраз времён Второй мировой войны. У многих, кто узнаёт, слышит или читает её впервые, ком встаёт посреди горла. Ради одного только этого высказывания Павличенко ей стоило устраивать дипломатическое турне по штатам с агитацией за открытие Второго фронта. Так как в своих воспоминаниях 1973 года Людмила Михайловна поскромничала и не привела свою знаменитую речь целиком, придётся воспользоваться фрагментом фильма «Битва за Севастополь». В нём цитата из выступления Павличенко приведена с исторической достоверностью. «Джентльмены, мне 25 лет, и я убила 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» Потрясающая фраза советской героини сорвала бурные аплодисменты и приблизила американскую общественность к пониманию происходящего на Восточном фронте Европы. Американская публика прониклась идеей о необходимости открытия Второго фронта. Успешные поездки Павличенко по стране помогли президенту Америки Франклину Рузгольту уже осенью 1942 года в нарушение своих предвыборных обещаний начать военные операции в Северной Африке и подписать второй протокол Ленд-Лиза. А летом 1943 года союзнические войска высадились на юге Европы. Их итальянская кампания началась со вторжения на Сицилию. Правда, до знаменитого дня Д высадки десанта союзников в Нормандии оставалось еще почти два года. Это была программа «Невредные заметки» тележурнал интересных, удивительных и познавательных историй. С праздником Великой Победы! Мирного неба нам всем над головой! Всего хорошего! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok